Заторы на дорогах в Одессе часто образуются из-за неправильно отлаженной работы светофоров. К такому выводу приходят эксперты, изучая ситуацию с одесским трафиком. Сели светофоры на своих местах и действительно ли помогают движению, разбиралась моя коллега Мишель Арманд. Утренние и вечерние часы пик в Одессе — это, как правило, километровые заторы. По мнению специалистов, причина таких ситуаций — не только большое количество автотранспорта, но и некорректно работающие, либо установленные в неудачном месте светофоры. Я считаю, что от 30 до 50% проблему с пробками в Одессе можно решить как раз за счет интеллектуального регулирования дорожно-транспортного движения. И для этого сегодня у города есть все возможности, в принципе, теоретически. Но никто эти проблемы серьезно не решает и серьезно к ним не подходит. Светофор — это не просто двух- или трехсекционные цветные фонари. Это целый комплекс. Его стоимость колеблется от 30 тысяч гривен до нескольких сотен. Все зависит от сложности самого комплекса. А принятие решения о необходимости установки принимает целый ряд учреждений. По словам экс-руководителя СМЭП, в Одессе около 260 светофорных комплексов. Из них примерно 15 — коммерческие объекты. Шутки из 90-х, когда смеялись над тем, что по выходу на пенсию можно будет купить перекресток и после этого зарабатывать, в Одессе стали реальностью. Конкретно этот светофорный комплекс принадлежит частной фирме. Главная его задача — разрешать поворот к супермаркету. Однако наличие его на конкретно этом отрезке дороги не обосновано. Ведь часы пик, здесь собираются большие заторы. В Одессе больше полусотни сложных перекрестков. Движения на них регулируются светофорами. Есть светофоры, допустим, которые не дают пройти потоку автомобиля определенную. Очень короткие. В данной ситуации люди начинают выезжать уже на красный свет, тем самым создавая трудности уже тем водителям, которые уже едут на свой зеленый. Сити-центр, проспект Небесной сотни. Здесь регулируемый перекресток, шестиполосная дорога и есть светофор. Однако времени для перехода отдается очень мало. В среднем 20 секунд. И если вы не поспешите, рискуете оказаться на капоте, у проезжающей мимо машины. Люди, которые переходят дорогу в этом месте с детьми или тяжелыми пакетами, не всегда могут преодолеть расстояние за 20 секунд и вынуждены заканчивать движение на свой красный сигнал. Зачастую в Одессе новые светофоры устанавливают после резонансных происшествий. Например, как на пересечении улиц Торговой или Советинской. Именно здесь 7 июля произошло смертельное ДТП. Столкнулись два автомобиля – Nissan и Audi. 22-летнюю девушку-пассажира автомобиля Audi доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Но она скончалась, не приходя в сознание. И таких случаев масса. Еще одна проблема появилась после изменения приоритетности перекрестков с круговым движением. Например, на Левитана угол Небесной сотни или возле Дома мебели. Даже на Зеленой машины ехать не могут. Вынуждены пропускать тех, кто уже на кругу. Из-за этого огромные пробки и пока никаких подвижек в решении этой проблемы.